В Казани прошел этнографический диктант. Заместитель министра иностранных дел встретился со студентами Казанского университета. Как учат английскому языку в лагере Казанского федерального университета? В Казани, как и по всей России, второй раз прошел этнографический диктант. Одной из площадок проведения стал Институт международных отношений и истории востоковедения Казанского университета. О том, как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. КФУ стал одной из площадок для проведения большого этнографического диктанта, который прошел более чем на 1500 площадках во всех регионах России и странах СНГ. 3 ноября, накануне Дня Всенародного Единства. В этом году этнографический диктант вышел на новый уровень. То есть были учтены недочеты, скажем так, прошлого года. И в этом году вполне закономерно, что второй площадкой стал Казанский федеральный университет. В Казани площадками для проведения стал Институт международных отношений, истории востоковедения КФУ и Дом дружбы народов. Принять участие в столь масштабном событии на базе университета пришло порядком 80 человек. Там можно выделить два блока. Первый блок это всероссийский, да, и второй блок это региональный. В итоге акции в этом году подведут ко дню Конституции Российской Федерации 12 декабря. По результатам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебная программа по этнографии. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов посетил Казанский федеральный университет. Он провел лекцию для студентов, чтобы раскрыть детали отношений России, государств Ближнего Востока и Африки. Подробности в сюжете Артема Тупичкина. 2 ноября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов встретился со студентами Казанского федерального университета. Гостя сопровождал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Михаил Богданов построил выступление как рассказ о своей дипломатической практике и методах дипломатии. Работа на этом направлении очень, на мой взгляд, интересная. Все время такие сложные вызовы. Приходится не просто много работ, но эта работа действительно доставляет удовольствие, потому что это все время такой вызов и необходимость подходов, иногда нетривиальных, вырвотка каких-то предложений, решений. Встреча студентов Казанского федерального университета и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации открыла серию мероприятий международной конференции. Внешние связи регионов Российской Федерации, опыт Республики Татарстан, стартовавший с пленарного заседания в Академии наук РТ. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюс. Лагерь английского языка Казанского федерального университета продолжает свою работу. Наш корреспондент побывал в IT-лицее Казанского университета, чтобы узнать, как именно школьников учат английскому языку. Подробнее смотри в следующем сюжете. Английский язык в 21 веке считается важнейшим международным языком. Именно поэтому его активно изучают в школах и высших учебных заведениях. Есть даже поговорка «без языка, как без рук». Лагерь английского языка Дискавер КФУ вновь открыл свои двери. С 29 октября началась осенняя смена, в которой примут участие школьники 7 по 11 класса. Всего за неделю дети получат знания, сравнимые с полноценным языковым курсом. Их ждет 21 час академического английского языка и 28 часов познавательной программы. В познавательную программу входит посещение различных музеев и институтов Казанского федерального университета. Дискавер КФУ – это отличная возможность посмотреть на университет изнутри. Первостепенная цель, конечно же, именно погружение в англоязычную среду. Мы не только проводим занятия на английском языке, мы постоянно общаемся с детьми на английском. Все мероприятия, все развлечения, которые проходят в нашем лагере, все на английском языке. В первой половине дня дети занимаются с преподавателями нашего университета. Во второй половине дня мы ходим на экскурсии в университет, в здания нашего университета, в музеи. Занятия ведутся профессионалами в своем деле, преподавателями высшей школы иностранных языков и перевода КФУ. Кроме этого, нередко на занятия приглашают иностранных гостей, чтобы дети смогли поговорить с носителем языка. Для некоторых ребят это самое запоминающееся событие всей смены. На уроках английского мы занимались с американцем. Это самое главное, что очень зацепило меня, потому что разговаривать с настоящим американцем, это очень интересно. То есть практика английского языка самая главная. По-моему, самое интересное, что было в этом лагере, это встреча с американцем, а также экскурсии по КФУ. Уроки проходят в здании IT-лицея Казанского федерального университета, который расположен на территории деревни Универсиады. В этом же кампусе и проживают участники лагеря. Все дети приходят в лагерь Дискавер КФУ, преследуя свои цели. Кто постарше, подтягивает английский, чтобы сдать единый государственный экзамен. Ребята помладше хотят с пользой провести свои каникулы и найти новых друзей. Если ты еще учишься в школе и хочешь потянуть свой английский, то обязательно запиши в следующую смену лагеря английского языка Дискавер КФУ. Олег Кашин, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Пока в обществе идут споры на тему надежности системы блокчейн, технологии медленно, но уверенно продолжают покорять новые горизонты. Что же такое блокчейн и почему эта технология с каждым днем становится все популярнее, давайте разбираться вместе с нашей съемочной группой. Модное слово блокчейн появилось в России не так давно, хотя рост интереса в мире к этой технологии начался еще в 2011 году. Если говорить проще, то блокчейн переводится как цепочка блоков. Это огромная база данных общего пользования, которые функционируют без центрального сервера. В этой базе содержатся данные об операции обмена деньгами между пользователями. По своей природе блокчейн обладает высокой степенью защиты, исключает мошеннические действия, кражу персональных данных и защищает имущественные права. Во-первых, блокчейн позволит автоматизировать многие процессы, плюс он даст прозрачность, вы всегда будете понимать, куда идут ваши деньги, что с ними происходит. Когда речь заходит о передаче денег кому-либо, мы вынуждены прибегать к услугам централизованных финансовых учреждений, таких как банки. Технология блокчейн предлагает возможность устранения этих посредников. Она ведет учет транзакций, устанавливает личные стороны, заключает контракты. Блокчейн постепенно меняет мир так же сильно, как однажды это сделал интернет. Интерес к этой технологии только возрастает с каждым днем. На сегодняшний день самая такая сфера, которая быстрее всего развивается по направлению блокчейна, это, конечно, финтех, финансовая сфера, то есть это решение для банков. Второе, если брать государственный сектор, я думаю, это, скорее всего, уже есть какие-то пакеты решений для, например, регистрации сделок с недвижимостью, выписывания штрафов. При помощи блокчейна даже можно автоматически считать налоги, по смарт-контракту они могут автоматически списываться. Блокчейн используется как хранилище информации об операциях с криптовалютами, биткоин, эфириум и другими. Сбербанк шагает в ногу со временем и сейчас активно работает с технологией блокчейн. Сбербанк на сегодняшний момент является одним из лидеров внедрения технологий пилотирования, внедрения технологий блокчейн как в России, так и в мире. Недавно коммерсант выпустил карту блокчейн-проектов России, там порядка 20 проектов Сбербанка. Все они сейчас развиваются в рамках нашего центра, Центра технологических инноваций. Недавно Сбербанк вступил в некоммерческий альянс «Энтерпрайз Эфириум Альянс», став первым российским банком в составе альянса. Цели очень простые – участвовать в разработке стандартов, развивать платформу именно с точки зрения корпоративных сервисов. Для того, чтобы технология зашла в корпоративный сектор, нужно, чтобы ее поддерживали, развивали, стандартизировали, гарантировали безопасность и, собственно, альянс наставили на это. Нас очень интересовал вопрос, почему именно Эфириум, а не инновационная платежная система, биткоин, которую используют многие. В биткоине довольно ограничены возможности по составлению так называемых смарт-контрактов. То есть это программы на самом блокчейне, которые позволяют реализовать некоторую логику. Биткоин довольно нагруженная система, особенно в связи с последними его популярностью и бурным ростом. Поэтому Эфир выглядит несколько более предпочтительно с технологической точки зрения. Там более развитая система смарт-контрактов, он немножко подешевле в публичном виде и довольно просто поднять приватную сетку. Добывать биткоины или по-другому майнить с каждым днем становится все сложнее и сложнее. Есть такая штука, как квантовые компьютеры. Мы думаем, полагаем, что со временем, когда эти квантовые компьютеры достигнут зрелости, хотя это где-то 5-7 лет, традиционный майник биткоина, он просто, словно говоря, схлопнется. То есть квантовые компьютеры смогут его майнить в течение секунд. Что интересно, Сбербанк никогда не работал с криптовалютами, даже не планирует. Там используются лишь технологии Эфириум. Мы не работаем с криптовалютами, это принципиально. То есть у нас нету законодательной практики по работе с криптовалютами, а наш Центробанк пока очень осторожно к этому относится. Мы, поскольку работаем абсолютно в регуляторном поле, мы никоим образом эту тему не затрагиваем сейчас. Мы работаем с технологией. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. На этом у меня все. С новостями тебя познакомила я, Анна Глазунова. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok